Девушки отдыхают У нас есть сюжет, который вдохновит тебя расчехлить свою гитару и снова начать играть История о первом в Украине музее гитар А ну-ка Без них не было бы современной музыки Начиная с эпохи джаза и рок-н-ролла, акустические и электрогитары стали инструментами номер один в руках культовых музыкантов Крупные музеи, посвященные гитарной истории, есть в США, Великобритании, Швеции, а теперь и в Украине Переступив порог выставки, вы попадаете в зрительный зал документального фильма А все вот эти экспонаты, они только как иллюстрация именно к очень интересной истории, к очень интересным факторам Александр Дорошенко не просто создатель первого в Украине гитарного музея, но и производитель электрогитар Его мастера с середины 2010-х создают новое поколение украинских инструментов Александр признается, что поначалу думал не о выставке, а о месте для презентации собственной продукции Для того, чтобы свои инструменты позиционировать, нужен, условно говоря, полный продакшн, да? То есть и фото, и видеосъемка, и артисты, и выступления, ну все это снимать Вот я задумал сделать такую небольшую локацию, где бы мы все это делали Подходящий павильон нашел в национальном экспоцентре Украины Места оказалось даже больше, чем нужно И тогда Александр вспомнил о личной коллекции гитар Первую гитару я купил где-то в 85-м году и потихонечку покупал Ну в основном коллекция сложилась за последние, скажем, 10 лет Так сколько гитар в этих коридорах? Александр называет внушительную цифру Ну сегодня больше 400, просто уже не помещается, тут не так много места Еще очень много у меня есть Мы выбрали только то, что действительно идентифицирует какие-то там важные события Легендарные модели гитар, прославленные рок-музыкантами, обычно американские Но на этой выставке много инструментов со всего мира Экскурсовод Артем Скульбаденко показывает японскую, на которой играл виртуоз из США Стив Вай Гитара эта зароблена из эпоксидного пластика и является собой действительно чудо-гитарной думкой Очень интересной фишкой, например, можно даже подсветить всю гитару за желание музыканта И, конечно же, фирмовый элемент всех гитар Стива – это ручка-тримач В европейской части экспозиции немало исторических инструментов из Украины Это пролина нашей коллекции – одесская акустическая гитара 1957 года выпуска Интересные эти гитары в том, что их было сделано всего 10 штук И это гитара под номером 10, то есть последняя из выготовленных таких гитар Эти гитары были прототипами для того, чтобы налагодить более массовый серийный выпуск Но они были очень дорогими в производстве, поэтому обмеживались всего 10 гитарами За такой инструмент коллекционеры могут, не глядя, отдать от 5 тысяч долларов Впрочем, экспонаты не всегда представляют собой ценность в денежном эквиваленте Житомирская алюминиевая акустика, которая выготовлялась с 1972 по 1976 годы На жаль, мы не знаем, кто разработал этот инструмент Багато кто называет эту гитару гитарой-бляшанкой, гитарой-консервой На большинстве инструментов здесь можно поиграть Отдельный зал в музее занимают и украинские гитары Александра Дорошенко Украина, ну, страна талантливая И у нас вот с мастерами, как бы мы хотим сделать потом национальный проект такой интересный Сделать очень дорогие, уникальные гитары, которые бы действительно было такое событие в гитарном мире Чтобы Украина все-таки была страной, которая производит музыкальные инструменты высочайшего уровня Вот такая стоит задача, мы хотим это сделать, ну, чуть попозже Так или иначе, первый украинский музей гитар всего за несколько месяцев с момента открытия Постоянно принимает экскурсии А это значит, что интерес к музыкальной культуре в стране, в том числе и к собственной, высок как никогда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА